Создать список всех радикалов Германии и Европы призывают немецкие политики. Это реакция на погромы и беспорядки во время саммита Большой Двадцатки. Тогда члены леворадикальных движений устроили в Гамбурге погромы. Результат убытки на миллионы евро и сотни раненых полицейских. Кто компенсирует ущерб и чем поможет банк данных экстремистов, выясняла Татьяна Лагунова. Европе нужна единая база данных с информацией об активистах ультралевых движений. Это предложение озвучил министр юстиции Германии Хайко Масс после саммита Большой Двадцатки. Он считает, что эта база поможет предотвратить такие беспорядки, как в Гамбурге. В погромах там участвовали как немцы, так и приезжие радикалы из Италии, Франции и Испании, сказал министр. По его мнению, банк данных позволит останавливать их еще при въезде в страну. Немецкая полиция тем временем пытается идентифицировать зачинщиков беспорядков, особенно тех, кто бросал в силовиков камни, петарды и коктейли Молотова. В газетах и социальных сетях публикуют фото этих людей. Любую информацию просят сразу же сообщать в ближайшее отделение полиции. Более 500 раненых полицейских – это последние данные по беспорядкам в Гамбурге. И силовики не сомневаются, нападение на них было спланировано и хорошо организовано. МВД Германии опубликовало кадры, снятые с вертолета. На них хорошо видно, как молотчики с крыши швыряют в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды. Мы сделаем все возможное, чтобы эти случаи были расследованы и всем стало понятно. Речь не о безобидных правонарушениях, не о разбитых окнах или поврежденных машинах. Жизнь людей, как полицейских, так и жителей Гамбурга была в опасности. Ущерб от погрома в немцы пока не подсчитали, но уже понятно, что речь идет о миллионах евро. Компенсировать убытки власти Гамбурга и страны в целом будут сообща. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.